Когда мы читаем Библию, я часто об этом говорю. Раньше я очень любил романы. И очень интересные романы. Поскольку они мне очень нравились, я мог прочитать дважды разом. А на третий раз читать полностью было неинтересно. Поэтому я выбирал самые интересные моменты и читал их. Евангелие от Йоанна я почти знаю наизусть. Вы представляете, сколько раз я его перечитал для того, чтобы выучить наизусть? Я думаю, наверное, я прочитал где-то 200-300 раз. Знаете, вот другие книги, если я читаю 2-3 раза, тогда я больше не могу их читать. А вот Библию, сколько бы я ни перечитывал, она была для меня всегда новой. Обнаруживая то, чего не замечал раньше. Сегодня я читал Евангелие от Йоанна. Знаете, что я увидел? Во второй главе Евангелия от Йоанна Иисус посетил брачный пир в Кане Галилейском. Вы все знаете эту историю. Там не хватало вина. И мать Иисуса Мария сказала, что у них нет вина. Там было шесть каменных водоносцев. Иисус говорит, наполните их. Неизвестно откуда, но служители пошли и набрали воды в эти водоносцы. Им сказали набрать воды, поэтому что они будут делать? Набрали воду. Но что затем говорит Иисус? Теперь подчеркните и отнесите распорядителю пира. Что нужно отнести? Нужно же отнести вино. А это вода. Служители думают и не могут понять, что делать. Нужно же отнести вино. А это же вода. Сейчас нам нужно это отнести. Как такое может быть? Вот о чем подумали служители. Какая проблема возникла в сердцах служителей? Мысли Иисуса и мысли служителей отличаются. Иисус говорит, теперь подчеркните и отнесите распорядителю пира. Если бы слушатели ни о чем не думали, они бы могли просто отнести воду. Но они ведь тоже думают. Однажды моя супруга, она съела вино. Когда мы жили в Теку, тогда моя супруга делала вино для хлебопреломления. Но у моей супруги есть свой рецепт приготовления вина. Она полностью протирает каждый виноград, чтобы не было влаги. И потом начинает делать вино. И отмечает в календаре. И на 29-м дне нужно собрать. И супруга говорит, попробуй. Знаете, мне нравилось вино, которое делает супруга. Я говорю, дай еще. А она говорит, ты же пастор, ты хочешь стать пьяным, что ли? Так бы и проводили время. Но. Знаете, когда я перестал пить это вино? Да, иногда мне хотелось выпить еще один стакан, и поэтому просил. Но однажды я посетил дом пресвиктора из пресвикторянской церкви. Его дочь получила спасение, поэтому мы часто общались у него. Мы были очень близкими. И однажды он сказал, пастор, сейчас время обеда, пообедайте вместе с нами. Я сказал, хорошо. И мы хотели есть. И в белом стакане я вижу что-то прозрачное, подобное в воде. Я спрашиваю, а что это? Он говорит, вино из яблока. Тогда я сказал, давайте, это вы мне в следующий раз дадите. Но что говорит его супруга? Она была старше меня. Ой, пастор, зачем вы отказываетесь? Это сок, это не алкоголь. Я, знаете, растерялся и все выпил. Но потом, после общения, я хотел вернуться домой. Вдруг мне начало шатать. Я сказал, давай поедем поскорее домой, а то я сейчас начну пьяничать. И я почувствовал, что я пьяный. После этого, я полностью отказался от алкоголи. Даже если чуть-чуть выпью, организм не принимает. Обычно, когда я общаюсь с послами, тогда, во время обеда, они предлагают вино. Даже чуть-чуть не хочется прикасаться. Поэтому я полностью отказался от вина. Но проблема. В Юдии, поскольку была плохая вода, там очень много пили вино. И сейчас не хватает вина, есть проблема. И Иисус говорит, подчеркните воду. Слуги точно набрали воды. Но теперь он говорит, чтобы отнесли эту воду распорядителю пира. Вот в этом заключается самая большая сложность в духовной жизни. Если бы мысли Иисуса и мои мысли всегда совпадали, отнесите. Хорошо, я отнесу. Тогда не будет никаких проблем. Но Иисус говорит, отнесите. А служители думают, нам же нужно вино отнести, когда воду отнести ему. От этой различия происходят все проблемы в духовной жизни. Если говорить простыми словами. Среди вас о общих вещах думают одинаково. Но в духовной жизни, когда мы встречаем Иисуса, проблема в том, что мысли Иисуса и наши мысли отличаются. Среди слов, которые Бог сказал через Исайю, есть слово «так говорит Господь». Мои мысли не ваши мысли, мои пути не ваши пути. Если бы у нас было одно сердце, тогда верить было бы очень просто. Но ваши мысли отличаются от мыслей Бога. Евангелие Диана Каждый раз, когда я читаю Евангелие Диана, я понимаю, что это удивительная книга. Иногда она так трогательна. И хотите сказать, что это не слово Бога? Человек ни в коем случае не сможет написать подобное. Других книг я не могу прочитать больше трех раз. А Евангелие Диана я прочитал 300 раз. И все равно все кажется новым. Каждый раз, когда я читаю, все новое. Если бы это не слово Бога, то не может быть оно быть таким. Это слово Бога. Когда мы читаем Евангелие Диана, во второй главе, в доме брачного пира не хватало вина. Иисус сказал, наполните кувшины. Они набрали воды. Теперь почерпните, отнесите распорядителю пира. В этот момент служители думают по-другому, не как Иисус. Надо отнести же вино. Что будет, если мы отнесем воду? Что же будет с нами? И потом они о чем думают? Мысли наши и мысли Иисуса сталкиваются. Почему? Потому что мы потомки Адама. Бог сказал Адаму, нещет дерева познания добра и зла. Но Адам послушался не Бога, а сатаны. И сел плодать дерево познания добра и зла. И в его душе формировалась душа, которая отличается от сердца Бога. У всех у вас, которые слушают это слово, вы потомки Адама. Вы потомки и греха. Поэтому ваше сердце отличается от сердца Иисуса, отличается от сердца Бога. Они идут совсем в другую сторону. Хотя вы приходите в церковь, участвуете на собрании, молитесь, читаете Библию, наша сущность отличается от Иисуса. Поэтому если мы посмотрим Евангелие от Иоанна, что же здесь написано? Люди, которые встретились с Иисусом, есть те, которые приняли Слово Иисуса, и те, которые не приняли Его Слово. Евангелие от Иоанна делит всех людей на две группы. Неважно, кем вы являетесь, когда вы слушаете Слово, и хотя может оно отличается от ваших мыслей, когда вы оставляете ваши мысли и принимаете Слово Иисуса, с того момента в вашем сердце течет сердце Иисуса. И с того момента вы сможете жить сердцем Иисуса. Вы начинаете думать о том, о чем вы раньше не могли думать. И узнаете мир, которого вы не знали. Библия говорит нам, нам, которые жили скверно и грязно к жизнью, ведет нас, чтобы мы жили жизнью Иисуса. Когда я смотрю на это, я удивляюсь. В третьей главе Евангелия Диона был Никодим. Он встретился с Иисусом. Знаете, что сказал Никодим Иисусу? И мы знаем, что ты, учитель, пришедший от Бога. Ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Никодим знает, что Иисус пришел от Бога. Но как же Он поступил далее? Иисус ничего особенного не сказал. Истинно, истинно говорю тебе. Если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие. Смотрите. Иисус сказал, что если не родится свыше, но невозможно увидеть Царство Божие. Никодим думает, я же состарился, как я могу родиться свыше? Мне что, нужно войти в утробу матери снова? Конечно, такого быть не может. Этого невозможно. Когда Никодим услышал слова Иисуса, «О, учитель, надо родиться свыше». Хорошо. Значит, мне тоже нужно родиться свыше. Я хочу родиться свыше. Как мне родиться свыше? Научите меня. Вот так он должен был ответить. Но что же он сказал? Как человек, когда состарился, может родиться заново? Он что, может войти снова в утробу матери? Другими словами, он говорит, «Вы говорите ерунду». Иисус говорит совсем иное. Что важно? Служители во время брачного кона в Карелии Галерийском, да, их мысли отличались от слова Иисуса, но они уничтожили свои мысли и следовали за словом Иисуса. Но Никодим же не может принять слова Иисуса. Я же состарился, как я могу родиться заново? И вся Евангелия Теона говорит об этом. В 4 главе есть Самарянка. Они разговаривали с Иисусом, и Иисус сказал так. «Всякий пьющий воду сию вожажет опять». «А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек». Что, что? Это от какой воды ты не будешь жаждать вовек? Быть такого не может. От какой воды мы не будем жаждать вовек, скажите? Такого не может быть. Невозможно представить. Это что за вода, которую ты не будешь жаждать вовек? Очень трудно принять слова Иисуса. Но эта женщина с весь ее жизнь был таким, что она развелась с первым мужем. Представляете, как ей было тяжело, когда она первый раз разводилась. Порой мы встречаем женщин, которые в разводе. Но мы не можем о них говорить, как попало. Представляете, как они страдали. Они любили друг друга, хотели жить вместе. Она верила в мужа, но развелась. У нее были разные страдания и трудности, которые не можно рассказать всем. Может, почувствовала предательство и печаль была у нее. А эта женщина развелась пять раз с мужем. Такой женщине так говорит, что у нее очень сложная судьба. Да, я уверен, она пережила многие страдания. Эта женщина беседует с Иисусом. Всякую пьющую воду с ее возжаждает опять. А пьющую воду, которую ядом ему, не возжаждает вовек. Первая причина, по которой женщины разводятся с мужем, потому что они считают себя правыми, им кажется, что муж не понимает их. Многие люди, которые находятся в разводе, думают именно так. Но в общем, она развелась. Она стала женщиной, которая в разводе. От развода многие люди получат рану на душу. Когда она выходила второй раз замуж, она думала, я буду жить вместе с ним до конца. Я не хочу больше разводиться. Однако, она снова развелась. Она развелась пять раз. Она больше не могла верить в себя. Она хотела встретить одного, получать любовь и вести счастливую жизнь. И старалась, чтобы жить счастливо. Но почему же со мной это произошло? Ни раз, ни дважды. Это правда ранило ее сердце. Она сильно страдала. из-за чего вера в себя полностью разрушилась. Ей кажется, что это за вода, которую ты возжаживаешь никогда? Да, есть такие мысли. Но все равно приняла слово Иисуса. Господи, дай мне эту воду, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать. Эта женщина оставила свои мысли. Она приняла слово Иисуса. Также и слуги поступили во второй главе так же. А Никодем в третьей главе, поскольку он считал правым себя, не смог принять слово Иисуса и ушел от Иисуса. Вот о чем говорит вся Евангелие Иоанна. Почему же? Потому что Бог и сейчас говорит нам «Оставь свои мысли, принимай слово Бога». Если бы слово Господа Бога соответствовало с твоими мыслями, тогда Бог такой же, как мы. Но Он святой. Он отличается от тебя. Ты же согрешил. Ты же злой. Поэтому твои мысли отличаются от мысли Бога. Ты должен наставить свои мысли, тогда сможешь принять слово. Тогда Бог будет действовать. Вот о чем говорит Евангелие от Иоанна. В пятой главе есть человек, который болел 38 лет. Иисус встретился с ним у купания Вефезда. Иисус знал, что Он уже лежит в болезни давно, и поэтому подошел. Ангел возмущал воды. И первый, кто войдет, неважно, какой у него болезнь, он выздоровеет. Есть люди, которые думают, что это есть Ангел Божий. На самом деле, это не так. Бог не дает благословения за какие-то поступки или дела человека. Нужно войти первым. Бог не ставит такие условия. Бог дает свое благословение даром, без дел. Тот ангел, который возмущал воду, это не ангел Божий. Это злой дух. Именно поэтому, хотя Иисус пришел к купальне, чтобы исцелить многих больных, но что же сделал ангел, скажите? Он забрал на себя все взгляды больных, чтобы они смотрели в сторону купальни. Иисус сам пришел, но этот ангел сделал, чтобы люди не смотрели на Иисуса, а смотрели только на воду. Только один больной увидел Иисуса и встретился с Ним. Когда больные лежат, поскольку они смотрели купальню, они не знали, что Иисус пришел, они не знали, что исцелил Иисус человека. Вот как сделал дьявол. Но этот больной, услышав голос Иисуса, «Встань, возьми постель твою и ходи». Что что? Ты говоришь, чтобы я взял постель и пошел. Я уже лишил 38 лет. Я много раз пытался ходить до этого. Я пытался встать, падал. Я падал и ранил себя. У меня не получится. Вот о чем думает этот больной. Он не может ходить. Ни человек, который бы помог пойти в воду, поэтому не сможет исцелиться. Но такому Иисус говорит, «Встань, возьми постель твою ходи». Что что? Мне встань, взять постель ходить? Тогда я бы уже давно бы не лишал. Вот как должен был сказать этот больной. Но он сказал иначе. Он говорит, чтобы я встал и взял постель и ходил. Но я же не могу ходить. Но он говорит, чтобы я ходил. Я же не могу ходить. У меня ведь не получалось до сих пор ходить. Однако поскольку он говорит ходить, до сих пор я следовал за своими мыслями и не получилось. Попробую послушаться его. Тогда у него появилось одно сердце с Иисусом. Когда у них было одно сердце, сердце Иисуса вошло в него и говорит, стань, возьми постель, и ходи. Давай будем ходить. Вот какое сердце образовалось. Он думает, я не могу ходить, у меня не получится. Вот как он думал. Но когда слово вошло в него, слово сделало, чтобы он встал и взял по себе и ходил, чтобы он мог встать и ходить. Я не могу ходить, у меня не получится. Вот таких мыслей нужно победить. И слово Иисуса впадает в их сердце. И это слово делает, чтобы он ходил. Самое важное, я передавал Евангелие многим людям и больным и высокопоставленным людям, начиная от бедных до президентов и министрам и дипломатам. Многим людям я передавал Евангелие. Я встречал много людей. Есть две группы не нужно смотреть на Уксу Пака. Нужно верить в слово Бога. Но многие люди имеют свои мысли, поэтому не принимают это Евангелие. Если сегодня утром передает слово человек по имени Уксу Пак, если есть то, что я бы хотел передать каждому, неважно, что говорят ваши мысли, я хочу сказать, чтобы вы отрицали ваши мысли. Если я смогу, чтобы вы могли принимать слово Бога, тогда пастор Уксу Пак это очень хороший проповедник. Но даже если я буду говорить очень хорошие слова, но если вы будете думать, да ладно, как по-другому можно говорить? Если вы так принимаете, то это не хороший проповедник. Именно об этом я должен говорить. Евангелие Иоанна в пятой главе есть человек, который будет 38 лет. Он знает, что не может ходить. То, что он может ходить, он ходит не со своей силою. Когда слово Иисуса вошло в него, слово сделало, чтобы он ходил. Как слово сделало, чтобы он мог ходить? Когда он поверил в слово, это слово начало жить в него, и оно начинает вести. Когда же не веруют в слово, даже если имеем хорошее слово от Иисуса, это слово не имеет никакого отношения. Люди живут своим человеческим способом. И Евангелие Диона на второй главе говорится об этом. На примере, как служители относят воду. Или как в третьей главе Никодим говорит, что как этот человек может родиться заново и отказывается от слова. Или самарианка в четвертой главе. Казалось бы, где это есть вода, от которой ты не будешь жажить вовек? Хотя ей непонятно, но она ставила свои мысли и приняла слово Иисуса. Пятая глава человек, который болел 38 лет, то же самое он принял слово. Если вы посмотрите шестую главу, здесь есть Филипп и Андрей. Иисус спросил у Филиппа, где нам купить хлебов, чтобы их накормить? Пять тысяч человек. Как же ответил Филипп? Им на 200 динария недовольно будет хлебов, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу. А Андрей же говорит, здесь есть у одного мальчика пять хлебов, ячменок и две рыбки. Но что это для такого множества? Филипп смотрит, ой, что это за учеников Иисус собрал себе? Собрал кого попало, поэтому такую чушь говорят. Зачем он приносит пять хлебов в ячменах и две рыбки? Это даже на одного мальчика не хватит. Зачем он говорит об этом, когда мы разговариваем о таком большом числе людей? Вот как Филип подумал. Но Андрей же по-другому думал. Филип находился в своих мыслях и твердо говорил свои мысли. Андрей же встретился с Иисусом. Он превратил воду вину. И видите, как Иисус встретил человека, который болел 38 лет. Он думает, если такой Иисус, тогда хотя здесь пять хлебов, но он сможет накормить пять тысяч человек. Поэтому если вы посмотрите Евангелие Диана 1, 2, 3, 4, 5, 5 главы и так далее. Тот человек, который верил в Иисуса и оставил свои мысли, и люди, которые верили в свои мысли и оставили слово Иисуса. Вот на какой группе люди делятся. Неважно кем мы являемся. Если мы оставляем свои мысли и принимаем слово Иисуса, мы сможем принять сердце Иисуса. А если сердце Иисуса будет действовать в нас, знаете, что произойдет? Бог и мы будем иметь одно сердце. И через это сердце приходит мудрость Бога ко мне. Дух Святой входит в меня. Сила Бога входит в меня. И в нас оно проявляет одинаковую силу. Поэтому я хочу задать вам вопрос. Во второй главе служители в третьей главе есть Никодим Самаренко в четвертой главе человек который болел 38 лет в пятой главе и Андрея и Филипф в шестой главе братья Иисуса в седьмой главе женщина взятая прерубодием в седьмой главе слепой в восьмой главе все они делятся на две группы люди которые приняли слово Иисуса в их сердце было слово Иисуса Иисус действует в них и вторая группа которая не принимает слова и находится в своих мыслях именно поэтому Бог поставил пастора поскольку вы не можете много читать Библию пастор читает Библию он читает 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 10 раз прочитает 20 раз 30 40 раз 50 раз прочитает а потом получает сердце Бога и передает вам все слушают одинаково слово ну каждый принимает по-разному нет одинаковых людей хотя все разные но если разделить на две большие группы первая это те которые принимают прямо слова и вторая которая говорит быть такого не может ой он же пастор поэтому говорит так ой пастор всегда говорит так так делятся люди и эта разница очень большая внешне конечно нет большого различия но когда наше сердце следует за словом Бога мы получаем спасение мы радуемся веселимся но постепенно мы идем в сторону плоти однажды церковь кажется неинтересной и слова неинтересны хочется следовать за своими мыслями хочется окунуться в грех и впасть в грех ведь Бог живой но нет общения с Богом следует за своими мыслями и следует за ними если бы вы как эти герои как эти служители как самарянка или человек который болел 38 лет или как Андрей или как слепой как эти люди если вы оставите ваши твердо утвердившиеся ваши мысли перед словом Бога если вы будете считать что это не имеет никакого значения если вы будете ценить словом Бога тогда вас будет жить и действовать Иисус вначале было слово и слово было у Бога и слово было Бог Он пришел но Свой не приняли а тем которые приняли Его верующим во имя Его дал власть быть чадами Божьими И Евангелие Тюанна раскрывает это люди которые имели иные мысли Адам согрешил он сел отдельно поздно добра и зла поэтому мы будучи потомками Адама имеем все темные мысли и высокие люди и низкие люди и умные люди и неумные люди талантливые люди и неталантливые люди все мы были потомками Адама поэтому следовались за злыми мыслями и история человеческого длится тысячи лет но эти мысли которые отличаются от нас то чего мы не видели то чего мы не слышали то что нам непонятно мы слушаем слово Иисуса и слово отличается от наших мыслей оно отличается от наших мыслей оно отличается от ваших мыслей так говорит господь мои мысли не ваши мысли не ваши пути пути мои о чем же я хочу вам сказать до всех пор у всех у вас ваши мысли они живые это суть мысли которую дал дьявол оно находится в вашем сердце чтобы вы не принимали слово Иисуса чтобы вы отвергались слово Иисуса хотя вы слушали слово Евангелие получили спасение услышали Евангелие но потом думать ой это пастор неправильно говорит ой он обременяет нас как такое может быть это он пастор поэтому так говорит сатана дает без конца многие мысли но что же мы должны делать верой в Иисуса не важно какие у нас мысли мы должны отрицать свои мысли и как служители во время брачного пьянов карьи галилейска или как женщина самария тянка или как человек который болел 38 лет или как Андрей как слепой человек как женщина взятая в прелюбодеянии хотя у нас есть множество мыслей но тот голос который я слышу сейчас они отличаются от моих мыслей это слово Бога это слово Бога хотя сейчас говорит пастор Уксупак но это не слова Уксупака это слово Бога тогда даже в шутку перед словом Бога я не должен иметь иные мысли которые отличаются от слова все мои мысли они неправильные слово Бога правильное я должен повиноваться этому слову теперь я должен слушать это слово мне нужно верить в это слово хотя оно не подходит моей мысли если у вас будет именно такое сердце тогда у вас будет такое же сердце как сердце Иисуса даже если вы получили спасение и ходите в церковь если человек продолжает служить голос сатаны и считает себя правильным и хотя идет по иному пути который отличается от Иисуса но из-за того что не знает глубоко Библию просто думает что они правы но из-за того что не знает волю Бога и потихоньку потихоньку начинает идти по плоти Спасенная церковь это очень хорошая церковь но говорят что спасенная церковь не может существовать более 40 лет поэтому 30 лет тому назад я начал бороться чтобы наша церковь не потеряла Евангелие чтобы мы стояли на истине и я струдился но среди братьев сестер не зная почему происходит были те которые не доверяли мне я хорошо знаю об этом конечно я знал почему потому что дьявол действует поэтому подобное может происходить нужно поменять сердце я думал как поменять сердце я много боролся некоторые люди принимают слово если они принимают они будут жить но они принимают потом идут за мыслью есть такие люди а есть те которые вообще не доверяют мне и не принимают слово если посмотреть на их результат уйти от меня ничего страшного но то что они уходят от слова бога вот из-за чего мне жалко было их мне было очень обидно за них но у дьявола есть предостаточно мудрости чтобы обмануть нас кто-то думает я что-то знаю я умный такие люди это еда для сатаны мы глупые мы немощные поэтому мы должны следовать за словом мы должны быть скромными хотя мы может умные хотя мы выдающиеся хотя мы заработали хотя мы что-то делаем хорошо но именно в этом духовном плане мы должны быть скромными мы должны помнить что мы беспомощные люди как в брачном перьях в галилейском знаете что говорили служители это конечно никто не знает вы же не знаете о чем они говорили между собой после этого слушай сегодня чуть беда не случилась я отнес воду я думал что уже произойдет но раз говорят отнеси воду я взял воду и отнес но если бы я не отнес воду беда бы случилась конечно мы же не слышим как они говорят об этом но если вы посмотрите действительно мы можем представить что они говорят действительно мы можем услышать филипп и андрей они были учениками иисуса филипп же говорит что даже хлеба на 200 не хватит почему потому что его мысли без иисуса он посчитал сам андрей же может в глазах филиппа андрей говорит сейчас чушь но он учитывал иисуса поскольку учитывал иисуса и пять хлебов пять хлебов могли накормить пять тысяч человек вот какая есть разница между душами людей какая еще есть разница ваши мысли и слово иисуса они отличаются мудрый человек будет не учитывать свои мысли он будет уважать слово иисуса хотя бы одно слово он будет пытаться не уронить стараться не выбросить он будет прилагать усилия в душе и это очень важно когда вы имеете это евангелие если вы будете жить с евангелием порой бывает что нам нужны деньги иногда мы болеем и страдаем иногда бывает что есть столкновения между супругами иногда есть проблемы связанные с детьми иногда бывает что на работе кто-то меня недолюбливает иногда бывает что меня увольняют или я попадаю в автокатастрофу но все если мы будем с Иисуса почему Иисус ты допускаешь мне это Иисус я знаю что ты любишь меня как ты хочешь чтобы я это преодолел не моими мудрыми знаниями знаете честно я хочу сказать не знаю можно такое говорить или нет в прошлом году в это время мы хотели продать молитвенный дом в Пунданге на тот момент можно было продать за 20 миллионов долларов хотя в церкви были немного долги но мы начали узнавать землю судьи нашли хорошую землю чтобы купить полтора гектара земли сказали что нужно заплатить 7 миллионов тогда мы сможем купить землю и мы решили построить трех этажей внизу построить театр и объединить церковь в Суоне и Пундане я пастор поэтому я не мог сразу заниматься этим делом и пока мы размышляли многие церкви начали закрываться и цена на церкви начали падать земля которую мы хотели купить выросла в 4 раза за это время поэтому мы не смогли ничего купить подобное часто происходит у нас но я пастор поэтому я не могу принимать подобные решения быстро были множество разных планов до сих пор я не считаю себя выдающим себе пастором порой я не знаю всей воли Божией поэтому я думаю о чем-то потом оставляю на потом размышляю снова очень часто у меня происходит подобное когда я смотрю на какого-то брата я думаю мне нужно это сказать чтобы он душу открыл или же нужно другое есть братья которым я очень близко отношусь а есть братья которым я не могу легко относиться есть братья с которыми я могу общаться а есть те с которыми я не могу общаться я пастор но я немощный пастор поэтому я Я плохо веду людей, поэтому иногда появляются недоразумения, иногда бывают столкновения с кем-то, подобное происходит. Это мир человека. Я ни в коем случае не считаю себя совершенным. У меня есть недостатки, есть слабости. Однако мы читаем Библию. Мы должны идти по пути Библии в церкви, когда люди рождаются свыше. Почему-то они становятся гордыми. А когда люди становятся гордыми, тогда легко относятся к служителю, осуждают его, говорят, что они неправы. Да, подобное может происходить, потому что мы люди. Поэтому мы должны быть близко с Богом. Каждый раз, когда мы становимся перед Богом, если вы человек, который болел 38 лет, ведь много раз пытались, но не получилось. А Иисус говорит, ходи. Вы сможете ходить? Ответьте, пожалуйста. Будете ли вы принимать попытку? Если вы Филипп, сможете ли говорить, что питью хлебами мы можем накормить 5000 человек? Да, мы не можем, если бы мы были слепыми. Когда говорят, чтобы пойти в Эфизду. Сможете ли пойти? Да, это действительно непросто. Но люди, которые получили благословение, это те, которые смогли пойти. Почему? Потому что они оставляли свои мысли. Хочу спросить у вас. Сколько из вас оставили свои мысли? Пятеро? Шестеро? Или двое? Или один? Хочу задать у вас. А вы оставили? Вы отрицаете свои мысли? Не знаю. Я отрицаю свои мысли. Но я не думаю, что всегда я оставляю свои мысли. Поэтому нужно такое слово, что мы должны оставить наши мысли, что наши мысли отличаются от мысли Бога, что нужно принимать слово Иисуса. И как человек, который болел 38 лет, хотя мы знаем, что мы не можем ходить, если Иисус и ты говоришь, что мы ему ходили, я буду слушаться. Хотя непонятно, как это можно не возражать вовек. Но я буду верить в слово Иисуса. Пойди, гулпай, не силам. Хотя непонятно, что будет. Но для человека, как я, для меня честь следовать за твоим словом. Это не подходит моим мыслям. Но я люблю Господи тебя. Поэтому я буду верить в тебя. Перед твоим словом. Перед словом Библии. Я не буду принимать свои мысли. Вот с таким сердцем мы должны получить благодать Иисуса. Тогда в вас. Слово Иисуса будет живым. Оно войдет в вас. И в ваше сердце. Не в ваши мысли. Вы будете получать руководство от слова Иисуса. И через слово Иисуса. Вы будете учиться. Будете получать образование. Будете работать. Будете зарабатывать деньги. Будете ходить в церковь. Вот как нужно поступать. Бог ищет таких людей. Хотя кажется, что не получится. Но считает себя умными. Считает себя правыми. Считает, что они правы. Люди обмануты сатаной. И оставляют Иисуса. Дорогие. Самое грустное. Это то, что в нашей церкви. С чем те, которые находятся. В 10 раз больше люди получили спасение. Со слезами. Они радовались. И благодарили. Было так. Но все эти люди. Ушли из церкви. Люди, которые ушли из церкви. Служители, которые ушли. Их результат одинаковый. До последнего дня. Они считают, что они правы. Считают, что они умные. Они считают, что церковь не права. Так сатана ведет их. Но мы. Когда становимся пастором. Конечно, служитель говорит все. Но порой бывает, что есть то, что мы не можем сказать. Для души этого человека. И порой служитель не может делать всего, что он хочет. Хотя может кажется, что мы делаем как мы хотим. Хочется удержать хотя бы одно сердце. Порой кажется, что мы побеждаем. Но нужно проигрывать. Хотя обидно. Но нужно терпеть. Часто бывают такие моменты. То же самое, когда я ругаюсь с моей супругой. Конечно, я могу победить ее. Но иногда я специально проигрываю. Я могу победить. Но почему делаю? Для мира всеми. Надеюсь, что супруга поймет. Надеюсь, что дойдет до нее. Часто бывают подобные. А Иисус. Долгое время. Он терпел. И говорит нам. Сегодня Евангелие от Иоанна. Я прочитал сердце Иисуса. Есть две группы людей, которые встретились с Иисусом. Люди, которые считают, что их мысли правее, чем Слово Иисуса. Они следуют за своей дорогою. Как бы они не были правы. Хотя Слово Иисус кажется неправильным. Хотя говорит Иисус странное. Человек, который 38 лет не мог ходить, Иисус говорит в Истане, ходи. Но. Этот человек, он благословенный. Потому что он услышал эти слова. И последовал за ними. Именно это. Есть то, что Бог хочет. И это из братьев и сестров, которые хочет Иисус. Скажите аминь. Это. Именно так хочет Иисус сделать и вас. Иначе. Всю вашу жизнь. Вы не сможете сохранить вашу веру. Будете считать себя умными. Молодцами. Если вы будете возвышать себя. Тогда вы в конце концов оставите духовную жизнь. И впадете в грех. Самое важное. Хотя оно не подходит со мной. Но Слово Библии – это Слово Бога. Это истинное Слово. Вот о чем Бог хочет нам сказать. В среду я давал интервью для телеканала CTN. Нам дали сначала полчаса. Но я говорил целый час. Ведущий он дальше у меня спрашивал. Он сказал мне. Я сказал, я отправлю выступление хора «Gracias». Тогда телекомпания CTN выставила программу. и отправила в Америку. Отправили в Нью-Йорк. Зимой во многих телекомпаниях Америки Рождество будут показывать выступление хора «Gracias». Это было удивительно. Я был очень благодарен, и я не могу описать свою благодарность словами. Директор хора, она очень много трудится. И дирижирует хором. Сегодня мы смотрели… Я думаю, вы видели ее выступление «И Сухён». Видели ее сольное выступление? Был у нее микрофон? Она выступала без микрофона. Как это было возможно? Да, они спели, а записали также отдельно. Так они выступили. Растет способности. Лучший хор в мире, хор «Gracias», будет показан в этом году через многие телекомпании Америки. Сегодня утро в 5 утра транслировался хор «Gracias». Рекламировали наш теологический институт. Через разные телекомпании транслируются. Бог открывает путь перед нами. «Давайте мы будем единым сердцем с Церковью. Будем вместе с Иисусом. Ради Иисуса». Пожалуйста, уничтожьте ваши мысли. И положите слово Иисуса в наше сердце. Тогда, и в будущие 40 лет, и в следующие 40 лет. Конечно, мне кажется, что до пришествия Иисуса осталось немного. Передавая слово через Еремя 31 главу и 31 стих. В последнее время я читаю 31 главу Еремя с 1 стиха. Бог нам дал много обещаний. Ради Израиля люди соберутся с разных сторон. Есть много обещаний. Пока я читаю 31 главу, сердце мое получает большое впечатление, за что я благодарен. Пастор Уксу Пак никогда в жизни не мог представить, что произойдет подобное. Никогда не мог представить. Но Господь нашей Церкви дает такое благословение. С одной стороны, есть трудности. Со следующей недели у нас будет форум христианских лидеров. Для всех служителей мира мы будем проводить семинар. Я давал интервью многим телекомпаниям на прошлой неделе. Проповедь воскресную. Сейчас многие транслируют. Когда я думаю, мне кажется, все это мне снится. Я был беспомощным человеком. Но Господь открыл путь предо мною. Хозяин нашей Церкви это не вы, не я, а Иисус. Все мы. Давайте перед Иисусом подчинимся. перед Иисусом. Давайте не будем принимать иные мысли. Давайте будем единым сердцем с Иисусом. Тогда через вас Бог будет действовать и ваше здоровье, вашу старость, и ваше будущее, и ваших детей, и вашу семью. Я верю, что Бог благословит. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова